В прошлом году на детских площадках страны серьезно травмированы 20 детей. 8 из них погибли. Такие данные приводит уполномоченный по правам ребенка Павел Астахов. Причина печальных цифр – ненадлежащее состояние и содержание спортивных и детских площадок. В Даринмаре состояние детских городков удовлетворительное, если не считать мусора. Бутылки, упаковки от продуктов, битые стеклом стали непременным атрибутом игровой зоны для детей. Ежедневные прогулки на свежем воздухе для Ирины привычка. Два раза в день с дочкой Лилией она идет гулять на ближайшую площадку. Около детского сада «Радуга» стоит целый городок. Настоящая радость для ребенка. А для мамы это еще и дополнительные хлопоты. Надо уследить, чтобы дочка не взяла в руки стекло, гвоздь или другой мусор. Он прочно занял свое место среди детей. Я лично зимой звонила несколько раз и просила убрать. Дядечка говорит, что заявка принята и вешает трубку на этом. Зная то, что мама тоже гуляет с ребеночком, они писали письменное заявление, чтобы убрали площадку после снега. И только после этого была площадка убрана. Пластиковые бутылки от соков и йогуртов – стеклянные от газировки. Пивных банок не видно, а значит мусор оставляют мамы с детьми. Воспользоваться урной не получается. Они стоят переполненными вот уже которую неделю. А если учесть, что на площадке играют дети из четырех-пятиэтажек, количество мусора увеличивается в разы. В последний раз его вывозили около месяца назад, когда сошел снег. Чтобы позвонить в коммунальную службу, пришлось еще поискать номер телефона. Нет никакой информации, кто на самом деле обслуживает данную площадку. И зимой проблема в том, что нет никакого освещения. То есть на площадке достаточно темно. С ребенком в принципе вечером уже здесь прогуляться никак. Прежде чем звонить в чистый город, которому подведомственны детские площадки, мы решили проверить состояние остальных детских зон отдыха. Битое стекло, пластиковые бутылки и переполненные урны. Такую картину можно наблюдать практически на каждой детской площадке города. Когда видишь такую картину, невольно задаешься вопросом. То ли жители близлежащих домов не слишком чистоплотны, то ли коммунальные службы работают не в полную силу. Из пяти проверенных нами площадок в городе Икачгарте только одна была в надлежащем состоянии. С табличкой, пустыми урнами и фонарями освещения. На Октябрьской 9. Когда же остальные игровые зоны обретут нужный вид, мы узнали в муниципальном учреждении «Чистый город». Мы сейчас в конце мая разработали технологическую карту уборки по детским игровым площадкам. И сделали график. С 8 числа мы начинаем убирать уже по графику, скажем. Потому что сейчас были вопросы, были майские праздники. Отдельно, конечно, убирались детские игровые площадки, но как бы, знаете, такого графика не было. В летнем графике уборок значатся все 45 городков. В строке напротив площадка у садика «Радуга» написано «Механизированная и ручная уборка по понедельникам, средам и пятницам. Задействовано два человека. Теперь родители могут наблюдать за вывозом мусора согласно графику. Если урны всё же будут переполнены, претензии обоснованы. Что касается освещения и огорожения территорий, они также будут сделаны согласно летнему графику работ». Валентина Чебичек, Вадим Стасюк, Телеканал «Север».